Сегодняшний отрывок для нашего общего чтения — это первая книга «Царств», 26-27 глава. Я подумал, читая эти главы, как важно нам вместе проводить время в изучении слова. Почему? Давид со своим другом Овесой ночью пробираются в стан к Саулу, потому что Саул гонится за Давидом, чтобы лишить его жизни по известным нам причинам, которые мы раньше проходили и читали. И, учитывая то, что у Саула три тысячи воинов, Давид не побоялся пробраться в стан со своим другом, и друг был исполнен желанием расправиться со своим врагом. Давид его остановил и говорит, что Бог должен воздать, что мы не имеем права лишать помазанника Божьего жизни. И Давид забирает копье и кувшин с водой из-под головы Саула, который спал со своими воинами. И на следующий день стоит на горе Давид, и у них диалог с военачальником Саула и с самим Саулом. И вот эта фраза, которая меня коснулась сегодня. Давид говорит, ибо они изгнали меня ныне, это 19 стих, чтобы не принадлежать к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Интересно то, что в понимании Давида принадлежать к наследию Господа — это принадлежать Божьему народу. То есть не принадлежать к наследию Господа — это не принадлежать Божьему народу. Я невольно вспомнил историю с одним моим знакомым хорошим, который долгое время не посещал церковь, и у нас такой был диалог. Я говорил, ну как так, если ты верующий человек, ты должен как бы посещать церковь. Он говорит, да нет, у меня же Бог как бы в середине, в душе, я общаюсь с ним, молюсь постоянно, читаю себе слово, мне приятно с ним время проводить. И на память пришла цитата Давида, которую он сказал в 15-м псалме. Он говорит, все желание мое к святым, которые на земле. Вот этот Давид, в котором Божий Дух был, этот Божий Дух, он побуждал Давида стремиться к обществу Израилева, быть вместе с другими верующими людьми. И очень важно для нас стремиться быть с другими верующими людьми в малой группе в изучении Слова Божьего. Потому что так действует Божий Дух. Не может человек верить и оставаться один. Он обязательно должен принадлежать обществу, церкви, другим верующим людям. Потому давайте будем вместе проводить время в малых группах в изучении Слова Божьего. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Спасибо.